Девушки отдыхают 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 Ага, вот так. Ну вот, большое вам спасибо. Я вас разбудила? Разбудила. А как же вы здесь спали? Холодно же, да и жёстко, наверное. Постучались бы. Зачем стучать? Зимой надо стучать. Летом не надо. Афанасья, знаешь? Афанасья? А вы к нему? К нему. А он сейчас придёт. Сюда. Сюда. Должен прийти. Он здесь работает, чайную ремонтирует. Вы лучше к нему сходите. Вон их дом. Два окна. Знаете? Сейчас придёт. Здесь подожду. Как хотите. Да вы садитесь, ещё две стоять. Присаживайтесь. Ну вот. Денёк сегодня будет прекрасный опять. Послушай, почему мне так не везёт, а? Ты помнишь, в мае здесь стала прекрасная погода? Ну так вот, я ухожу в отпуск, начинается дождь. Еду в город, идёт дождь. Приезжаю к тётке, ну думаю, хоть там позагораю. Заявляюсь, снова дождь. А за день до этого было солнце. Возвращаюсь сюда, выхожу на работу и вот, пожалуйста. Прекрасные деньки. Ужас какой-то. Послушай, ты ждал меня хоть немного или совсем не ждал? Да ладно, ладно. Ты можешь не отвечать. Это ведь я так спрашиваю, просто от нечего делать. Да, а денёк будет чудесный. Идём на танцы сегодня вечером, а? Я знаю, что ты скажешь. Ты сейчас скажешь, что это безумие и что для танцев ты уже устарел. Ну вот, молчишь. Значит, я права. Заварить тебе чаю? Чаю, говорю, тебе заварить? Неужели уснул? Успел уже. Ну да ладно, спи. Спать это единственное, что тебе ещё не надоело. Ну и спи себе. Что это такое? Ты что здесь делаешь, а? Спал что ли? Отдыхал. Маленько. Отдыхал. Ну и как ты отдохнул? Хорошо, отдохнул. Так, 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 так. Ну а кто тебе разрешил, а? Хорошо. Да я вопрос задаю. Кто тебе разрешил здесь спать? Работникам общепита. Доброе утро. Ну и как оно? Как дела? Как настроение? Спасибо, хорошо. А впечатления производите положительные? Неужели? Определенно, определенно. Вы, Иннокентий Степанович, я гляжусь сегодня в хорошем настроении. А где же буфетчица? Ещё не пришла? Опять она задерживается, да? Не волнуйтесь, сейчас она придёт. Садитесь, обождите минуточку. Садись. Так, 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 так. А ведь ты мне так и не ответил. Кто тебе разрешил здесь спать? А? Гостиница тут, что ли? Ночью пришёл. И с тайги пришёл. Так, так видать, что с тайги. С тайги. А зачем? По какому поводу? По делу пришёл. По делу, говоришь? Знаем мы ваши дела. Налижитесь, понимаете? Вот и все дела. А пришёл, так иди в гостиницу на общем основании. Зачем гостиницу? Друг у меня есть. Афанасий, знаешь, будить не стал. Ах, будить не стал. Скажи, какой стеснительный. А вот в общественном месте валяться не стеснительный. Вот друг, понимаете ли. Вот друг. Ну, опять разоряешься. Ну-ка, дай пройти. Что, не как Илья? Илья, Илья. Здравствуй-ка, Илья. Здравствуй. 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 Валентина. Здравствуй. Между прочим, 10 девятого. Ну и что? Опаздывать, Анна Васильевна. Раньше вставать надо. Тебя я не спросила. Имейте в виду, дисциплина у нас для всех существует. Положение общее. Отстань. Дай с человеком-то поговорить. Смотрите, Анна Васильевна, вы ведь не в первый раз. Вы систематически задерживаетесь. Мне две яичницы, простоквашу, хлеб и стакан чая. Смотрите, на вас и так сигналы поступают. Слушай, иди ты со своими сигналами. Ты мне лучше скажи, когда ты женишься. А что вы хотите ему сказать? А то сказать, что давно тебе пора. Уж я жду, жду. Так, а ваше, между прочим, какое до этого дело? Да как же. Женился бы, слава богу, сюда бы перестал ходить, дома бы питался. Вот бы удружил, так удружил. Правда, жене твоей я бы не позавидовала. Вы, между прочим, забываете согласие. Ладно, ешь да помолчи немного. Ну, а ты, Илья, завтракать будешь? Спасибо, спасибо. Столовая слушает. Доброе утро, доброе утро. Открылись, открылись. Ремонт? Ремонт заканчиваем, всё в порядке, да. Да вот вдвоём пока управляемся. Остальные в отпуске. Да до десяти. Ну, когда пожелаете. Вам мы всегда рады. Доброго здоровья, доброго здоровья. Слушай, ты когда пришёл-то, Илья? Ночью пришёл. А спал где? А вот тут и спал. Тут люди питаются, понимаете ли, а вон... Чего ж ты не постучался? Забыл, где живём? Не забыл. Так чего ж ты? Разве в доме места мало? А тут у нас, видишь, наоборот, нынче тесно. На веранде пока обходимся. Ремонт у нас. Тоже безобразие. Ремонтируетесь крайне медленно. Помолчи ты о козянной. Меню однообразное. Котлеты вчерашние. Ну, и как ты, Илья? Так один и живёшь? Один? Один. Ой, старый ты стал. Тяжело поди одному-то. Старый, старый. А вот и дружок твой ковыляет. Идол безобразный. Кого я вижу? Здорово, брат, здорово. Здорово, Афанасий, здорово. А я, брат, думал, тебя уж и на свете нет. О, обрадовал человека. Постарел, постарел. Ну, молодец, долго живёшь. Долго, долго. Ну, и правильно. Нашего брата охотника так задаром со свет не сгонишь. Так или нет? То верно, то верно. Молодец. Молодец, Илья. Илья, а ты когда жену-то похоронил? Прошлым летом или позапрошлым? Два лета прошло. С тех пор, значит, один. Один-один. О, старику-то мыслимо ли это? Да, одному-то там неинтересно. Неинтересно. Неинтересно, неинтересно. Анна? Анна, ну? Чё, ну? Ну? Или не понимаешь? Да чё, ну-то? Павел там проснулся. Встал твой, Павел. Рожу свою бреет, нахальную. Нахальную? На свою посмотри. Он свою хотя бы бреет. Об нём сейчас говорить не будем. Ничего, сам начал. Анна, насчёт Павла разговор закончен. Пусть он уматывает. Отпуск у него закончился. Больше терпеть его не стану. И на этом точка. Сейчас разговор другой. Ко мне друг пришёл, слышишь? Не слышу. И не желаю слышать. Ну? Чё, ну? Ну? Поехал, что ли? Ну? Счастливого пути, коли поехал. Кому говорят, а? Принимай гостя. Опять скандалишь? А ты не суйся. В общественном месте, понимаете, орут, как на загоне. Правильно. Я, между прочим, тебе не лошадь. Принимай гостя. А вот твой гость. Ты его и принимай. Афанатик, зачем кричать? Не надо кричать. Погоди, погоди, Илья. Не надо. Погоди. Отпустите мне 200 грамм конфет. Вот этих вот. Вот. Ну смотри, Анна. Ничего, ничего. Обойдётесь. Я не миллионщица. Растрату делать не желаю. А растрату, между прочим, никто не желает делать. А приходит ревизия и выясняется. А ты не каркай. Я не каркаю, я предупреждаю. Ну, слушай. Зря, между прочим, рассиживаешься, да? Дело бы делал. Начальство вон с утра названивает. Мне этот твой ремонт вот, в печенках уже сидит. Смотри, Анна, с утра сегодня выпрашиваешься. Да ни грамма сегодня не получишь. Ни капли, и точка. Валентина. Я здесь. Опять-то со своим палисадником. Не надоело тебе? Иди сюда, ящики занесём. Я сейчас, тётя Ань. Доброе утро. Здрасте, Фёдор Игнатьевич. Валентина. Ань. В обед подмечёшь двор, натаскаешь воды. Борова накорми, да выпусти его, не забудь. Папа, иди-ка сюда. Чего тебе? Иди помоги. Ай, некогда мне. На секунду, то только придержать. Да, просто детством занимаешься, кому это надо, ты лучше за Борововым присмотри, да про баню не забудь. Будешь воду таскать, смотри, чтоб куры в огород не попали. Действительно, Валентина, твой он, что ли, палисадник-то. А главное, даром упрямишься. Ходил народ поперёк и будет ходить. Ты бы и не учила. Не твоё это дело. Нравится девке чудить, пусть она чудит, пока молодая. Верно, Илья? Верный, верный. Однако, добрая девушка. Вот ещё тоже. Не палисадник, а анекдот ходячий. Стоит, понимаете, на дороге, мешает рациональному движению. Валь, скоро ты там? Иду к тётю. И вообще, будут у вас тут продолжаться безобразия, я вас на весь район разрисую. Имейте это в виду. Человек ушёл. Большой, однако, начальник. Кто? Этот. Врай здравиум, бухгалтером. Строгий, строгий, однако. Говори, седьмой секретарь. Секретарь? Прозвали так. Седьмой секретарь, иначе его тут не величают. Илья, у тебя деньги есть? Деньги? Есть маленько. Слушай, не совестно тебе, а? А тебе не совестно? Илья, не вздумай ему ставить. Не твоё дело. Давай, Илья, не слушай бабу. Я слышишь, не вздумай ему ставить. Ну, так нехорошо, так тоже нехорошо. Значит, надо маленько выпить. Все заодно алкоголики. Да на, подавись. Давай стаканы и поднеси нам по-человечески. Ещё чего? И не подумаю. Сам возьмёшь, ничего с тобой не сделается. Ну? Я подам тетя. Нет, у нас тут самообслуживание. Докорость. Сиди, Илья. Сиди. Неси её сюда. Сейчас, тороплюсь. Не дождёшься, я тебе говорю. А я говорю, неси её сюда. Подожди, завтракаем вместе. Я не против, но меня там машина должна ждать. Да подожди, я уже готова. Будет вам тётя. Ты чё? Ты чё? Нет у тебя своего дела, да? Пошевелись. Люди-то вон завтракать идут. Сиди, сиди. Долго-то ведь всё равно не высидишь. Хоть целый день просиди. Мне-то что от этого? Я буду внизу. Держите его, а он украл у меня пододеяльник. Это что за шутки? Ну какие же шутки? Ты действительно крадёшься, как вор. А ты как бы хотела? Чтоб мы в обнимку выходили? Слушай, ты ходишь по этой лестнице три месяца. Неужели ты думаешь, что в Чилимске есть хоть один человек, который тебя здесь не видел? Ну и что? Может быть, нам теперь здесь рассветы встречать на крыше? Да нет уж, рассветы к девушным. Ну ладно, иди, как бы спокойнее. Сначала ты, потом я. Чёрт возьми. Ну, может, вы теперь её и пить не будете, а? Мадам, вашу руку. Кстати, у вас тут такая шаткая лестница. Пойдёмте, мадам, на приёмном предрассудке. Мадам, пойдёмте, пойдёмте, раз уж вы без этого не можете. Иди, я всё равно деньги забыла. Кстати, ты тоже кое-что забыл. Да-да. На, и не оставляй больше у меня никогда эту штуку. Мерси. Половина девятого. Следователь от аптекарша спускается. Больше не получите. Ну, Илья, за встречу. За встречу. Скажи, Илья, а дочь твоя где? Где поживает? Дочь. Ленинград была. Не знаю где. Чё, и писем не пишет? Не пишет. Вот беда-то. Не пишет. Да, брат, неважные твои дела. Неважные, Афанасий, совсем неважные. Оленя нет. Зверь в тайге мало стало. Руки болеть стали. Совсем неважные. Не знаешь, пенсию не дадут. Чё? Пенсию. Пенсию? Погоди, а сколько же тебе лет? Шестьдесят пять было. Давно было. Уже семьдесят четыре. Семьдесят четыре. Семьдесят четыре. Семьдесят четыре. Ну, Илья, ты даешь. Погоди-ка, ведь тебе пенсии-то. Девять лет уж как полагается. Полагается. Зангеев Петька давно получает. А ты чего ждешь? О, голова два уха. Дурень ты, шляпа. Дуй в райсобес. Ну, погодите вы, в райсобес разбежались. Ты с Петькой с Ангеем себя не ровняй. У него зарплата была. Он всю жизнь от лесничества работал. А Илья не работал. Работал? Конечно. Сорок лет работал. Геологом, проводником. Работал. Работал ты работал. А документы есть у тебя? А? Ну, документы, говорю. Ну, книжка трудовая, справка, что ты у геологов работал, есть у тебя? Неужто нету? Нет. Нет. Нет, нет. А раз нет, значит, пенсии не жди. Без справок ты не получишь, даже не рыпайся. А я работал. Сорок лет работал. Собирать надо было документы-то эти, собирать. А теперь где те геологи-то? Ищи, свищи. Доброе утро. Доброе утро. Долго, барышня, спишь, все по Дисне досматриваешь. Ладно, Анна Васильевна, не острите. Простокваши есть? Простокваши есть, а булочки вчерашние, свежих сегодня не будет. Валентина, одну простоквашную. Я работал. Сорок лет работал. Документов нет, разговора нет. Ну, я работал, ты знаешь. Я-то знаю. Пойдёшь со мной, расскажешь. Разве не поверят? Илья, Илья, глупый ты человек. Пенсия тебе вон оттуда причитается. А здесь, брат, не жди, здесь тебе не отловится. Да постой, постой ты его расстраивать-то. Надо сначала толком всё разузнать, Илья. Пошёл бы ты в райсобес или куда там. И не пил бы ты больше, Илья. И тебе тоже пора остановиться и об работе подумать. Илья. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Ждём вас, ждём. Так. Валентина, одну яичницу. Чай. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Компот. Чай. Компот. Больше ничего не надо? Нет, нет, спасибо. Больше ничего. Ну и правильно, не то что эти. А что такое? Не видите, он с утра запузыривает. Так, понятно. Уже? Значит, начали, да? Не рано? Нет? Вы как знаете, нам не рано. Значит, говорите, не рано? В самый раз. В таком случае, Анна Васильевна, стаканчик винца. Владимир Михайлович. Винца, винца. Не более того. Зина. Ну, немножко. Зина. Так-то, брат Илья. В собес-то, конечно, сходи, но на пенсии, между нами, говоря, не рассчитывай. А пока вместе-то выпьем. Выпьем. За любовь. Без обману. Я к вам присоединяюсь. Владимир Михайлович, тут такое дело, в курсе, наверное. Что такое? Вот тут человек один, Еремеев Илья, за пенсии пришел. Вот вы рассудите, ему 74 года, он всю жизнь у геологов проводником работал. Работал? Работал, а документов не имеет, ни справок у него, ни трудовой книжки, ничего нет. Вот как ему насчет пенсии, как быть, что делать? А где документы-то? Это вы, Еремеев? Еремеев, Еремеев. Ивенг, он по национальности. Крещеный, а фамилия русская. Крещеный, крещеный. Какие же с него документы? Человек он простой, таежный, не ученый. Как бы он раньше знал про эти документы-то. Ну, паспорт-то у него, надеюсь, есть? Паспорт есть. В таком случае надо взять справки с места работы. Ну, какие справки, какие справки? Геологи-то те, поди, разъехались давным-давно. Кто по городам, а кто, поди, и помер. Я не знаю. Действительно, Эвенг. Я не знаю, есть же у нас там отчетность всевозможной, архивы. Придется вам в это дело углубиться. Кому углубиться? Ему углубиться? Чего не поделаешь. Придется поездить, похлопотать. Вы с полком сначала сходите. Может быть, они там что-нибудь посадят. Полком? Все без пользы. То есть, как это без пользы? Без пользы. Он бы и просить не стал, и не пришел бы, если бы не нужда. Ведь старик в тайге-то один остался. Неужели ничего сделать нельзя? Не знаю. Сам хочу на пенсии. Нет. Спасибо. Спасибо. Недожаренные, как ты любишь. Наша кухня делает успехи. Давай, Илья. Живы будем, не помрем. Помрем. Хватит. Хватит, говорю, распевать. Ты, Илья, иди в райсобес, а ты работать начинаешь. Что в самом деле? Утра 10 часов. Людей бы постеснялся. Не имется тебе, да? Смотри, Анна, выпросишь ты сегодня. Давай, Илья, пойдем отсюда. Ты не опоздаешь на работу? Не волнуйся. А где же машина? Что-то ее не видно. Сейчас подойдет. Угу. Ну и куда ты едешь? Что там новенького, хорошенького? Одно и то же все. Гребанули киоск с водкой в Потеряйке. В Табарсуке тракторист жену избил. Ну, за что жену ее? Что? Избился? Угу. Как нам оттуда сообщили за нетактичное поведение. Бывает же такое. Из ревности, наверное. Да, когда все это кончится? Ну, если б все были такие благоразумные, как ты, то... Прекрасно. На пенсию бы отпустили. Не подерутся они там. Очень может быть. А ты знаешь, почему у них так? Почему? Она его любит. Угу. И он ее тоже. Угу. Они любят друг друга, как в молодости. Не убили бы только друг друга. Ну, что-то они не усердствуют в последнее время. Да это потому, что Пашка здесь. Ты же знаешь, что Афанасий ему не отец. Да, я слышал. Когда Афанасий уходил на фронт, она была ему не жена, а только невеста. Пашка родился сразу после войны, а Афанасий долгое время был в плену, потом на севере, вернулся только в 56-м. Вот до сих пор страдает, не может ей простить. Разве это не любовь, как ты думаешь, а? Не знаю, Зин. Плохо разбираюсь в этом. Зин. Да? Что ты хочешь от меня? А как ты думаешь? Ну, я-то думаю, чтобы я женился на тебя. Возможно. Но главное не в этом. Не знаю, у меня такое впечатление, что ты от меня чего-то требуешь невозможно. Да, я боюсь, что это так. Зин, я сделаю все, что ты захочешь, но если у меня чего-то нет, так значит нет. Нельзя же в самом деле от меня требовать того, чего у меня нет. Ну, спасибо тебе. Умеешь ты деликатно выразиться. Ну, да ладно, чего уж там. Какие планы на вечер? Планы-то? Угу. Слушай, идем на танцы сегодня. Я вот думаю, что делать вечером. На танцы? Ты меня удивляешь. Почему? Я на танцах был последний раз в 1959-м. Ну, ладно, ладно, ты можешь не продолжать. А потом же здесь у нас сегодня не танцы, а кинофильм. Я его, слава Богу, видел. Да? А я тебе говорю не про ДК. Я тебе предлагаю пойти в Ключи или в Потеряеху, там сегодня танцы. В Ключи или в Потеряеху? А сколько у нас туда верст? А я скажу тебе, до Ключей пять, до Потеряехи семь. Прекрасная прогулка. Это что, туда пять назад? Не стыдно тебе? Нет, Зин, ну в ДК куда еще не шло, но в Потеряеху это безумие, честное слово. Да ладно, успокойся, никто тебя никуда не тащит. Слушай, я тебе хотела спросить, вот что бы ты сделал, если б я тебе изменила, а? Что? А ты уверена, что именно это хотел спросить? Именно это. Вот ты сделал бы что-нибудь вообще, а если бы сделал, что именно? Зин, ну, известное дело. Я бы, наверное, тебя застрелил или задушил, ты что предпочитаешь? В свою защиту я бы сказал, что ты измучила меня своими нелепыми вопросами. Суд бы меня оправдал. А вообще, я хочу на пенсию. Да, эта шутка похожа на правду. Какая шутка? Да вот насчет пенсии. Иногда мне кажется, что это твое единственное желание. Невозможно. Одного я только не понимаю, как ты дошел до жизни такой. Рассказал бы как-нибудь. А то сколько мы с тобой знакомы, а я же про тебя ничего не знаю. А если что-то знаю, то от других людей как-то обидно. А мне хотелось бы тебя понять. А зачем? Зачем тебе нужно понять меня? Ну, хотя бы за тем, чтобы не задавать тебе идиотских вопросов. Рассказал бы мне про свою жизнь в городе. Ни в коем случае. Стоит рассказать, вопросов будет еще больше. Они будут еще нелепее. Так что уволь Зина. Не обижайся, что-то желания нет исповедоваться. А ты напрасно думаешь, что я про тебя ничего не знаю. Кое-что мне все-таки известно. Да. Тем лучше. Говорят, ты был совсем другим человеком. Жена у тебя, говорят, была там чья-то дочка очень красивая. И вообще ты процветал, так говорят. Я встретила в городе одну знакомую. Ларису из облздрава. Может, знаешь? Нет, не помню. Не помнишь? А она тебя помнит. Оказывается, разъезжал в собственной машине, вот никогда бы не подумала. А Лариса, она так говорит. У него было все, чего ему не хватало, не понимаю. Он бы далеко пошел, если бы не свалял дурака, и что с ним случилось, не понимаю. А мне кажется, что я понимаю, в чем дело. Ну? В чем? А год назад чей-то сынок наехал на машине на одного человека. Было такое. И тебе поручили это дело. А Лариса говорит, что того сынка, который наехал на этого человека, она знает. Старушка, говорит, дело было абсолютно темное, с другой стороны, абсолютно ясное. Никто не думал, что он захочет его посадить. Никто от него этого не ожидал. Слушай, ну неужели ты Ларису не помнишь? Ну, глаза еще у нее такие. Волосы крашеные, черные. Что там у нее еще? Ах да вот ногти, ногти у нее чудные. Не помнишь, да? Нет, Зина, не помню. Там у них у всех ногти черные. Странно. Ну так вот, никто не думал, что ты захочешь его посадить, а ты захотел, только у тебя не вышло ничего. Суд перенесли, следствие поручили другому, но ты на этом не успокоился. Он уперся как бык, не знаю, что на него нашло, но он тронулся, это точно. Ушел от жены, стал плохо одеваться. Словом, совсем опустился. Ну как? Было так? Дизин, оказывается, ты про меня все знаешь, не понимая, на что ты обижаешься. Да ты был-то другим человеком, ты же боролся за справедливость. Ну допустим, ну и что из этого? Ну это здорово. Что? Что здорово? Бороться за справедливость? А что, это плохо? Ну как тебе, Зина, сказать, это вроде нехорошо и даже где-то и неплохо, это просто безумие. Кстати, твоя Лариса права. Да, моя Лариса. Я ее не помню, но добиваться невозможного, это в самом деле сумасшествие. Да. Между прочим, я получил повестку, суд на днях состоится. Там кое-кто в городе ждет, что я примчусь, буду выступать. Ну а ты не собираешься? Нет, Зина, с меня хватит. Биться головой о стену, пусть этим занимаются другие, кто помоложе, у кого черепок потверже, а с меня достаточно. Да, ты действительно был другим. Каким бы я ни был, мое выступление ровным счетом ничего не значит. Ничего. А раз так, оно не нужно. Ты уверен в этом? Да. На девяносто девять процентов. Один процент остается. Это один против девяносто девяти. Это шанс для умалишенных. Вот пусть они и дерзают. И оставим этот разговор. Как хочешь. Да, кстати. А ты знаешь, что еще Лариса сказала, когда узнала, что ты здесь? Он говорит, правильно сделал, что уехал. Деревню успокаивает. Ерунда. Зина. Податься было некуда. Еще она просила передать тебе привет. Сердечный привет, если он не постригся у монахи. А, вот теперь вспомнил. У нее, если мне не изменяет память, С правой стороны металлическая коронка. Точно. Когда она смеется, коронка чуть-чуть дребезжит. Что, Зина, до сих пор дребезжит? До сих пор. Да, Зина, глаза у нее. Да, и вообще она так, Лариса, ничего, да? Вспомнил, вспомнил. Она ничего, подлая баба только. Но не глупая, не глупая. Долго ты ее вспоминал. Ну да ладно, чего уж там. Пора в аптеку. А то моя завана, вон она уже. Делает мне ручкой из окошечка. Да, она тебе давно делает ручкой из окошечка. Ну, когда увидимся-то за ужином? Не знаю, Зина. Вечером? Куда едем? Счастливо. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по аспальту решает. Здрасьте. Здравствуйте, товарищ. ПЕСНЯ Алло. Милицию. Дежурный. Следователь Шаманов. Жду машину в Табарсук А когда она будет? Скажи ему, пусть к чайной подъедет Я здесь его жду Да, скажи, пусть поторопится Ну, привет Скажи ему, пусть к чайной подъедет Пусть бегут, неуклюжат пешеходы по лужам А вода по асфальту рекой Мать! Явился Дай-ка Беломору Дров наколол? Наколол Баню сегодня протопишь Пусть инвалид протопит А я говорю, ты протопишь Понял? Ладно, там видно будет Денек сегодня будет Законный денек Не твой денек, Павел Слушай, куда ты уселся? Да погоди, дай покурить спокойно Что скажешь, покурить пришел? Что еще? Дашь выпить и выпить могу Я тебе выпью, ну еще этого не хватало Да не надо, не надо Я и без того Заведенный Заведенный Уезжать тебе надо, Павел Ну вот В гости называется, приехал К матери родной Гонишь, что ли? Не гоню А пора Знаешь, отпуск кончился Отгулял свое Как бы тебе там с работы не рыбнуть Не выгонят, не беспокойся Это я у вас тут Не котируюсь А там Не беспокойся Где она? Послушайся, Павел Матери, пустое это дело Уезжай Обижаешь, мать А помочь помогла Чем тебе поможешь? Кому ты здесь нужен, кроме меня? А не поможешь, значит не мешай Здравствуй Валентина Здравствуй Ну погоди, что ты как неродная? Пусти А выйдешь вечером? Нет Точно не выйдешь? Ты не торопись Ты подумай Я тебе уже сказала Пусти Валя Я тебе скажу, Валя Зря ты вертишься Никуда ты от меня не денешься Пусти Послушай-ка Нельзя ли полегче Я говорю Нельзя ли с девушкой полегче А чё такое? Чё тебе не нравится? Нет, серьезно Чем Ты недоволен? Я разговариваю с девушкой А ты чё? Недоволен, что я с ней разговариваю Павел Нет, я доволен Девушка Недовольна А чё ты за нее волнуешься? Кто ты такой? С какого боку? Как с людьми ты разговариваешь? Нормально Как мне с ним еще разговаривать? По-иностранному, что ли? А то я могу How do I do? Это по-английски А по-русски это значит Не суйся не в свое дело Правильно? Нет, милый мой Слабовато в английском How do I do Веди себя приличнее Не валяй дурака Ничего Ничего, ничего Чувствуется, что поговорил С образованным человеком Но учти, следователь К Валентине больше не касайся Ни под каким видом Я тебе серьезно говорю Нет, нет, сказала не грамма и точка Маленько Маленько Однако, наленько Отойди, Илья Выйди из буфета Сказала ведь нет Не твои деньги Не имеешь права Нет, я вам говорю Больше не получите А я говорю Обслужить клиента И никаких Чего он там разошелся? Афанасья, выйди Не получишь ведь больше Все равно Ну, Анна, на себя пенять Эй, ты Где эти Ну-ка, выйди из буфета По-хорошему Щенка своего пузырала Думаешь, поможет? Афанасья, выйди А ты, Павел, помолчи Заткнись, не то Ну, что? Ну, перестань, перестань Слышишь, налью я тебе Налью, только перестань Куда лить-то? Хватит с него Налил с утра пораньше Ну, щенок Ну, щенок Ну, и дальше Ты че? Ну Я покажу тебе Я научил тебя Кратиевник Павел Мач Опомнись Убери его от меня Уведите его Он пьян Пожалуй, сама с ним возись Помоги мне Ну, ради Бога, Павел Уведи его домой А нацепитесь Ну, ладно, кончай Повоевал и хватит Пошли Не трогай его Не трогай его Ой, Господь Господи Не трогай Не трогай его Да, веселенькое утро, ничего не скажешь. Валентина, я вот всё тебя хочу спросить, зачем ты вот это вот делаешь? Вы про палисадник? Зачем я его чиню? Да, я про него. Ну, разве не понятно? И вы, значит, не понимаете. Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете. Да нет, я вот тоже не понимаю. Ну, тогда я вам объясню. Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый. Вот для чего. А я-то думал, что ты его чинишь для того, чтобы его ломали. Я чиню его, чтобы он целый был. А зачем? Ведь стоит кому-нибудь пройти и что? Пускай, починю снова. А потом? И потом, до тех пор, пока не научатся ходить по тротуару. Ну, это напрасный труд. Почему напрасный? Ну, потому что они никогда не научатся ходить по тротуару. Они всегда будут ходить через палисадник. Всегда? Всегда. А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Есть такие? Неужели есть такие? Да. Вот вы, например, вы всегда обходите по тротуару. Я? Что-то даже и не замечал за собой. Ну, я не совсем удачный пример, потому что я хожу с другой стороны. С другой стороны. Ну, и с этой вы тоже ходите, и всегда вокруг. Да? А, это потому что мне лень нагибаться. Мне легче обойти, чем нагибаться. Зря ты стараешься, Валентина. Нет, неправда. Вот это ведь и все. И отрады целехонько. Ну, неужели вы не понимаете? Ведь если макнуть на это рукой и ничего не делать, через два дня растащится весь палисадник. Так оно и будет. Нет, неправда. Да увидите, они будут ходить по тротуару. Ты слишком большие надежды на них возлагаешь. Нет, они поймут. Должны же они понять, в конце концов. А я посею здесь мальчик. Это напрасный труд, Валентина. Алло! Милицию. А ты не пробовала прибить доски гвоздями? Пробовала. Нет, это я не вам. Ну? Пробовала. Две доски сломали пополам. Вот говорю же тебе напрасный труд. Алло! Дежурный. Комаров там далеко. Дай-ка ему трубку. Здравствуй, Федя. Шаманов из Чайной. Ну? Как там у вас? Ну, вот звоню. А когда она будет? А побыстрее-то нельзя? Да мне-то, в общем, все равно. Но если ехать, так нечего резину тянуть. Уже одиннадцатый час. К начальнику вызывают? А что такое? А, да, получил повестку. Да. Тот самый процесс. Да. Послезавтра. Нет, не еду. А зачем? Там уже все решено. Я не любитель красивых жестов. Отказываюсь. Да. Так ему и передай. А вообще, я хочу на пенсию. Да. Чем недоволен? Пистолет. У меня. А что такое? А, ну, а когда я его мог сдать? Я вернулся поздно ночью. Сейчас принести? Ты знаешь, мне чего-то так туда идти не хочется. Нет, я не против дисциплины. Просто лень идти. Да. А какие слухи? Так, понятно. Понятно. Общественность интересует, где я ночую. Что ты говоришь? Ну, надо же. Встревожено. У меня такое впечатление, что общественность это волнует больше, чем меня самого. Я, конечно, польщен вниманием. И передайте привет общественности. Но вот где мне ночевать? Я попросил бы эту заботу доверить мне лично. Я как-никак в этом больше разбираюсь. Ну, у нас что, милиция или монашеский орден? Ну, хватит на эту тему. Тут вот рядом девушка. Я тебе не могу сказать вслух все, что я об этом думаю. Девушка-то интересная, по-моему. Да. Да. Здешняя. Как ни странно. Да. Забор ремонтирует. Да. Не волнуйся, старина, ты и в отцы годишься. Да. Зеленая еще. Да. Совсем зеленая. Наш разговор ее смущает. Ну, привет. Жду машину. Ну, привет. Валентина. Оказывается, ты очень красивая девушка. Не понимаю, как я этого раньше не замечал. Ты не могла бы отложить этот забор? Тебе помочь? Если хотите. Так. Ну, что будем делать? Подержите. Вот здесь. Так. Держу. Только ты не отворачивайся, ты же не видишь ничего, что ты делаешь. Спасибо. С этим палисадником не так-то просто. В другой раз легко, а сегодня что-то не получается. Удивительное какое-то утро сегодня. Смотрю на тебя целый год и разглядел по-настоящему только сейчас. Я тебе должен сказать. Не надо. Что? Ты что, лишаешь меня слова? А почему? Потому что вы смеетесь надо мной. Я смеюсь? Нисколько. А что тут смешного? Ты красивая, Валентин? Вот уже покраснела. Не отворачивайся. Не отворачивайся. Дай-ка я на тебя полюбуюсь. Я просто давно не видел, чтоб кто-нибудь так краснул. Это удивительно. Ты знаешь, я вообще смотрю на тебя в первый раз в то же время. Точно. Ты знаешь, у меня когда-то давным-давно была любимая. Вот удивительное дело, ты так на нее похожа. К чему вы это, Валентина? Сколько тебе лет? 17? 18? А почему ты не в городе? По-моему, все твои сверстники там. Многие уехали. А ты почему осталась? Осталась. А разве всем надо уезжать? Да нет, конечно же нет. Если все уедут, кто ж тогда останется? Ну, если ты не уехала, значит тебя тут что-то держит. Подожди, я слышал, тебя отец не пускает? Это правда или что-то другое? Вам не интересно. А что с тобой? Это тайна, да? А, ну, если это тайна, я не расспрашиваю. Не расспрашиваю. Валентина, ты замечательная девушка, ведь все же твои тайны у тебя на лице. Ты не уехала, потому что ты влюбилась. А в кого? Интересно, интересно. Да, Валентина, глянула бы ты сейчас на себя со стороны. Грустно. Так грустно. Потому что меня такая девушка, как ты, уже никогда не полюбит. Неправда. Что неправда? Кто ж позарится-то на меня? Я вот что-то не вижу желающих. Может быть, ты кого-нибудь знаешь? Все знают. Кроме вас. Вот как? Водина такой здесь. Вы... Вы ничего не видите. Вы слепой. Ясно вам? Ты что? Это что, серьезно, да? Я слепой, но не глухой живой, правда же. И ты уверена, что это? Ну, это уже не может быть. Ну, что-то, Валентина нашла объект для внимания. Ты хуже ничего не могла придумать. Ты славная девочка, ты прелесть, но... Все, что ты сейчас сказала, это же чистейшей воды безумие. Ты вот что, ты это выброси из головы. Ты ничего не говорила, я ничего не слышал. Вот так вот забудь и никогда не вспоминай. Я не сказала бы никогда. Вы сами начали. Я пошутил. Валентина! Валентина! Да, этого мне еще не доставало. Ну, где же машина? Бедненький мой, сидишь тут в одиночестве, скучаешь и развлечь тебя некому. Наше окно напротив, так что извини. Ничего. Тем более глазеть в окно в этом все ваше дело. Ну, допустим, не в этом, но если есть на что посмотреть, а ты знаешь, было на что посмотреть. Ну, значит, не зря вышли на производство сегодня. Ты не волнуйся, никто не видел, я одна наблюдала. Надеюсь, хорошо было видно? Прекрасно. Только вот не слышно ничего. Что ты говоришь? А что тебя интересует? Я ведь могу все пересказать. Как это вдруг вы разговорились? Просто. Я ей комплимент, она... Вот так вот, незаметно, слово за слово, кое-что выяснилось. А раньше ты этого не замечал. А ты что, раньше это замечал? Ну, выяснилось и как тебе это понравилось. Как мне это? Она меня заинтриговала. А что, хорошенькая девушка. Что, нет? Жалею, Зина, жалею, что раньше не замечал. Раньше не замечал, зато сегодня, как бы это тебе сказать-то поточней. Она явилась из-за туч, как луч света. Сравнение нравится. Неплохо. Она напоминает мне мою первую любовь. А вот это, Зина, уже серьезно. А в довершении ко всему, оказывается, она в меня влюблена. Как это тебе? Я не понимаю, над кем ты сейчас издеваешься. Судьба. Судьба, Зина, иначе не назовешь. Она мне говорит, старик, дерзай. Вот тебе тот самый случай, лови его. Другого не будет. А как она мне говорит? Ну и что же дальше? Я благодарю судьбу. Плюю на предрассудки, хватаю девчонку и привет. Начинаю новую жизнь. Тебя это устраивает? А тебя? Зин, у тебя что, политика такая? Или ты действительно дура? Нет, ну в самом деле, мы с тобой знаем, как мне кажется, уже тысячу лет. Ну и ты же меня совсем не понимаешь. Ну совершенно. Ты же ведь извращаешь мой каждый звук, каждую букву, каждую фразу. Стоит мне только начать за здравие, это тут же за упокой. Я про Фому ты, про Ерёму, ну это же чёрт знает что. Ну что ты сюда прибежал? Ну что ты тут такого увидел, Зина? Ну откуда у тебя берутся эти дикие мысли, идиотские подозрения, Зина? Ну я похож на влюблённого. Нет, ну я похож на него. Ну тогда чем, чёрт меня подери? Ну что за идиотское утро, господи? Что вам нужно всем от меня? Я ничего не хочу, абсолютно. Единственное моё желание, чтобы все, все, и ты, а ты прежде всех оставили меня в покое. По какому праву ты меня терроризируешь? Я не желаю больше этого терпеть, тебе понятно? Спокойся ради бога, ну нельзя же так, что с тобой, у тебя лица нет. Зина, я хочу, чтобы меня оставили, вот с этой самой минуты. Уйди, Зина. Ну хорошо, я уйду только, не надо так, я тебя тоже прошу, успокойся. Ну уйди, Зина. Ну хорошо. Ну, что скажешь? Разговор у нас уже был. Может ты меня не понял? Про Валентину, понял ты или нет? Нет, пока не понял. Брось, не прикидывайся. Втихарях не подбираешься. По интеллигентному я тебе прямо говорю, и притом последний раз говорю. Увижу тебя с ней, обоим не поздоровится. Худо будет. Говорю тебе честно. Все? А теперь иди, 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 иди. Успокойся, остуди голову и запомни. У меня сегодня отвратительное настроение. Это ты брось. Я тебе серьезно говорю. Последний раз тебя предупреждаю. А там, убью, понял? Убьешь? Убью. Я не посмотрю, кто ты есть и что у тебя там на ремне прицеплено. Убью. Неужели убьешь? Думаешь, пушки твоей постесняюсь? Убьешь? Плевал я на твою пушку. А что, пушка, вот она. Ну, что? В порядке, пушка-то? Стрелять-то умеешь? А то ведь не убьешь, только так напугаешь. Или чего доброго покалечишь? Или убьешь? Возьми. Надо будет, обойдусь и без него. А это как же без него? Это что, топором, что ли? Может быть, поленом? Не, милый мой, поленом я не согласен. Поленом это вульгарно. В твоих руках неплохая машинка, правда, старенькая. Может быть, попробуешь? Это так просто. Брось, следователь, кончай. Мне не до шуток, учти это. Ты знаешь, мне тоже не до шуток. Ну, попробуй. Держи. Я тебя предупредил. Ты меня понял, разойдемся добром. Слышь, шируем по чердакам. Знай свое место и учти. Этот разговор последний. Если увижу... Вот сегодня увидишь. Брось. Мы... Встречаемся здесь. В десять часов. Заткнись. Мы с ней давно встречаемся. Заткнись, как говорят. Ты опоздал. Ты опоздал. Идиот. Ну, как же ты не можешь понять? Она же меня любит. Тебе же ее никогда не видать. Ну, что ж ты тянешься? Поднимай пистолет. Ложи на стол. А теперь иди. Встречаем пистолет. Ой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, дед, как твои дела? Дела? Какое дело это? Человек не верит, бумагам верит. Работал 40 лет. Сочувствую, дед, помочь ничем не могу. Продолжение следует... Дед, у меня к тебе просьба. Будь добр, сейчас поедем, сейчас поедем. Передай вот эту вот записку Валентине. Валентину знаешь? Вот как она придет, так ей и передай. Хорошо. Только ей, дед, смотри, никому другому. Хорошо, Дегор, хорошо. Ну, дед, будь здоров. Спасибо тебе, дед. Вот так вот. Вот так вот. Ну, что? Ну, что? Из города приехала? Из города приехала? Да, я из города. Карасева знаешь? Нет. Начальник партии работал? Нет. Эдельман знаешь? Да нет, город большой. Быков, Быков, однако тоже не знаешь. Нет, ну почему же, если они там не разъехались, их можно найти. Где найдешь? Как найдешь? Тут не найдешь, там совсем не найдешь. Да вы зря, зря. Зря вы так расстраиваетесь и падаете духом. Что это у вас в руке, а? Бумага. Девушка придет отдать. Парень просил. Так вот я что вам говорю-то, что вы зря так отчаиваетесь. Это я вам про пенсию. Ой, да, слушайте, я же совсем забыла. Я же здесь с одной женщиной беседовала. Ну, вам же надо к ней зайти, она вас проконсультирует. Где работает? Ну идите, я вам скажу, идите скорее. Берите ваш чемодан. Вот слушайте, сейчас пойдете по этой дороге, понимаете? Спросите Райздрав. Райздрав. В Райздраве спросите Розу Матвеевну. Роза. Понимаете? Роза. Вот, она вас ждет. Ждет, говорю. Ага, ну как же нам быть-то, миленький мой, а? Ведь записку-то сейчас надо передать. Ой, надо, надо. Ну вот видите, и к Розе Матвеевне надо, и тоже сейчас. И что же нам делать? Что делать? Что же нам придумать-то? Что придумать? Ну уж так и быть, ладно. Давайте мне записку, я передам, а вы идите. Спасибо. Только кому? Кому записку-то передать? Валентина знаешь. А, ну конечно знаю. Ей дай. Ей дай. Райздрав. Роза Матвеевна. Роза Матвеевна. Бумагу Валентины дай, другому не дай. Роза Матвеевна. Роза Матвеевна. Роза Матвеевна. Роза, ему надо помочь. Господи, ну я не знаю, ну придумай что-нибудь сама. Что у вас там есть? Дом для престарелых, санаторий, ну что-нибудь. Роза, господи, ну поговори с ним просто. Посочувствуй старому человеку, это всегда хорошо. Здесь в десять вечера. О, господи, господи, стыд и стыд. Слыхал, поди. Да, видно, не уйдёшь. Верно сказано, что двум медведям в одной берлоге не место. А ты чего не на работе, Зинаида? Зинаида, не слышишь? Что вам, Анна Васильевна? А где Валентина? Буфет нараспашку, коса открытая. Ты давно здесь сидишь, не видала её? Нет, Анна Васильевна. Валентина! 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 Валентина!